Саакашвили готовит акции в Грузии Саакашвили является азербайджанцами. И кто бы что ни говорил с трибун, большая часть азербайджанцев являются сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. И связано это с тем, что со времен распада Советского Союза, со времен приобретения Грузии независимости, период правления Саакашвили является тем периодом, который избавил азербайджанцев Грузии от многих проблем, которые стояли перед ними. Азербайджанцы Грузии являются и являются трудолюбивыми и законопослушными гражданами этой страны. В чем связь? В чем причина того, что большинство азербайджанцев поддерживают экс-президента Михаила Саакашвили и его партию? Многие годы азербайджанцы подвергались нарушению прав человека, дискриминации на всех уровнях власти. В регионе была серьезная коррупция, беспредел, криминал разгуливал. И это доходило, можно сказать, до крайности. И вот эти 9 лет, которые сегодня определенные люди критикуют и говорят, что ничего не было сделано, как раз так и создало ту основу, когда азербайджанцы Грузии, они начали интегрироваться, они начали чувствовать себя полноценными гражданами этой страны, быть уверенными и повышение гражданской активности и многое другое. В регионе компактного проживания азербайджанцев все задавались с вопросом, как могла партия Саакашвили проиграть на выборах, когда очень сложно встретить рядовых азербайджанцев, которые бы не поддерживали данную партию. Появились кадры, кадры фальсификации в регионе Камакартли. И все стало на свое место, все поняли. И это их задело, конечно, что с правом выбора азербайджанцев сегодняшняя власть просто не считается. И здесь задается вопрос, если представители властей говорят о том, что Саакашвили не поддерживает сегодня народ, не поддерживает население, граждане, то почему тогда проводится такая тотальная, скажем так, фальсификация выборов? Почему не дают право выбирать этим людям? Наверное, боятся того, что все-таки эти люди зафиксируют свою позицию в пользу Саакашвили. Так получит парадокс. Выходит так, что Саакашвили пользуется большой поддержкой. Есть огромный электорат. И азербайджанцы в том числе являются тем электоратом, которые в большей степени голосовали за оппозиционную партию. Между прочим, это тоже является определенной сенсацией, потому что никогда азербайджанцы и Грузии не выступали в таких больших масштабах, в количествах против правящей партии, скажем так. В основном народ недоволен тем, что все, созданное Саакашвили и его командой, прямо на глазах она разрушается. И власть об этом знает. И знает прекрасно, что недовольства реально растут. И в ближайшее будущее не исключено, что акции протестов, они будут возобновляться, они будут и в больших количествах, и носить массовый характер. И естественно, чтобы сегодня, скажем так, оправдать свои же действия, то есть действия властей завтрашним днем, в смысле в том, что мы же говорили, что Саакашвили готовит какие-то акции. И поэтому они будут пресекать эти акции, и возможно даже насильственным путем это выгодно сегодня об этом говорить, как властям Грузии, так и Кремлю, который тоже имеет свои интересы в том, чтобы в регионе, квоему карту, и вообще в Грузии создать определенные ячейки там сепаратизма или же визитнических конфликтов. Полной ответственностью заявляю о том, что азербайджанское население Грузии никогда не пойдет ни против Тбилиси, никогда не пойдет против государственности Грузии, никогда не пойдет против конституции своей родины. Так как, повторюсь, за последние годы многие азербайджанцы, они приобрели чувство свободы, приобрели чувство патриотизма, который сегодня выявляется не в одном человеке, не в десятках, не в сотнях, а в тысячах. А что касается того, что Россия или другие страны, которые захотят создать определенную дестабилизацию в регионе Квему-Картли, и в этом случае могу уверенно сказать, что Грузия не утратила ни за последние два года, ни в будущем не утратить свои патриотические чувства, и очень много граждан не позволят, очень много патриотов, они просто не позволят как внешнему, так и внутреннему врагу разрушить государственность нашей страны. Вполне возможно, что действия властей будут доходить до абсурда, то есть они будут пользоваться достаточно примитивными методами, и все проявления недовольств населения будут винить, во всех проявлениях недовольств будут винить самого Саакашвили. Ну, если говорить о предвыборной кампании, о нарушениях во время предвыборной кампании, мы тоже были у власти, и мы тоже ввели также агитацию, то же самое ввела и тогдашняя оппозиция. Я понимаю, что, может быть, где-то какие-то ошибки у нас и были, которые мы сегодня как-то приняли на свой учет, чтобы в дальнейшем эти ошибки не повторялись. Но никогда не было такого, по крайней мере, в тех районах, в которых мы работали, никогда не было такого, чтобы кандидатов на выборах, чтобы пугали, угрожали и многое другое. Это реально не было. Можно было там, не знаю, кто-то мог поговорить с ним, сказать, что давай быть нашим сторонником и так далее, и так далее. Но чтобы конкретно пугать, то есть доводить до такой тенденции, чтобы кандидаты массово снимали свою кандидатуру, такого точно у нас не было. Скажу одно, что националов, национальные представители наших партий, нашу партию, скажем так, я думаю, что слишком переоценивают на сегодняшний день. Мы не имеем столько ресурсов, насколько о нас говорят. Предвыморную кампанию мы проводим очень легко. Мы просто приходим к людям и говорим, если вам сегодня лучше, голосуйте за нынешнюю власть. Если вы считаете, что мы за 9 лет сделали достаточно того, чтобы вы чувствовали себя уютно и хотели бы, чтобы это продолжалось, голосуйте за тот курс, который был раньше, то есть за нас. И в этом нет никаких проблем. Были села, когда мы приходили и говорили, не говорите никому, что вы сторонники националов. Не говорите. Подходят к вам, говорят, что голосуй за отцены. Соглашайтесь, если вы боитесь. Но право выбора ваше, и никто не знает в момент бросания бюллетеня, за кого вы бросите. Было очень много факторов, то есть очень много фальсификаций, когда проводились карусели. Разве не нынешняя власть, когда была в оппозиции, кричала на всю Грузию, на весь мир, что националы якобы проводят, не знаю, фальсификации проводят, забрасывают бюллетени. Но если нынешняя власть, она на самом деле лучше нас, так пусть они это не делают. Разве не для того население за них голосовало, чтобы они исправили те ошибки, якобы существовавшие. Так пусть делают лучше. Партия Саагашвили прибавила бюджет. Несколько раз, я если не ошибаюсь, в 10 раз. Да начните с того, сделайте в 20, чтобы население было на вашей стороне. Но путем запугивания мы придем к обратному. Просто выйти к простолюдину и спросить у него. Просто выйти и спросить, почему вы являетесь сторонником предыдущей власти. Очень просто. Невозможно всех, не знаю, нет таких методов, чтобы всех обернуть к нам. Просто эти люди сравнивают прошлое с будущим. Люди раньше сидели без света. Люди сидели без газа, без воды. Отсутствие дорог. Отсутствие, не знаю, правопорядка. И так далее. Невозможно было азербайджанцу нормально выехать в тот же город, скажем так, из Гардабани в Руставе. Как фактор инфраструктуры, так и фактор криминала. Очень много было грабежей по дороге, паровства. Люди выезжали на рынок, торговали, обратно приезжали, у них деньги забирали. Ну, как можно заставить этих людей забыть эти дни? Саакашвили пришел к власти, это изменил. Он сделал то, о чем говорил. И когда говорят, что это, не знаю, ничего не построено, так кажется, ну как может казаться, если это кажется политиком, или, скажем, я сегодня выступаю, и об этом говорю, кто-то может сказать, что новом политике, естественно, он будет защищать сторону национального движения. Да нет, я знаю ошибки национального движения. Но в сравнении с ошибками, которые проводятся, то есть допускает сегодняшняя власть, я думаю, что население точно не ошибается, что придерживается нашей стороны. Существует очень много методов, которые, допустим, правящая партия не хотела бы, чтобы знал грузинский электорат об этих вопросах. И также наоборот. Например, при власти Саакашвили было очень много построено как церквей, так и мечетей. Во время агитации отслеповцы подходили к азербайджанцам и говорили, вы знаете, Саакашвили разрушал ваши мечети. Многие из жителей региона, естественно, они не информированы или же из-за причин незнания государственного языка, они не знали, это соответствует действительности или нет. И когда мы сами приходили с ними в дискуссию, входили и спрашивали, вы можете хоть одну такую мечеть показать, которую Саакашвили разрушил? И вот таким методом они пользуются. А сами, скажем так, во время, опять же, правящей партии, я повторюсь, было построено достаточно много божьих домов, скажем. И об этом, из-за этого тогдашняя оппозиция манипулировала этим вопросом и со стороны грузинского электората она приобретала определенные дивиденды. Но эта же партия, которая сегодня во власти, уже не в оппозиции, приходит в села и обещает рядовым азербайджанцам, которые просто хотят построить мечеть и говорят, выберите нас и мы вам построим мечеть. Аргументы, пожалуйста, село Вахтангиси, приграничное село в Гордобанском районе. Во время предвыборной кампании представители сегодняшней власти, кандидаты ихней, они приходили в село и обещали мечеть, построить мечеть. Естественно, до сих пор ни слова об этом не говорится. Но вот такой ложью они забирали определенные голоса себе. я уже не говорю о том, что там массово бросали бюллетени и так далее. И складывается вопрос, так кто лжецы? Мы лгали или они лгут? Одно есть, когда ты делаешь правое дело и этим пользуется оппозиционная партия в свою пользу, а другое есть, когда ты лжешь и это не раскрывается. В конце концов, об этом пора говорить. Что касается тех же заявлений, заявлений, что якобы среди азербайджанцев национальное движение пытается создать этноконфликты. О каком этноконфликте идет речь? Национальным движениям не выгоден этноконфликт, потому что все, что было построено, в таком случае это подпадает под сомнение. Но сегодняшней власти, исходя из того, что там, не знаю, какие-то отношения близкие имеются с Кремлем может быть и выгодно. Но как можно создать этноконфликт, когда и грузины, и азербайджанцы, и представители других народностей живут в мире и благополучии у нас в регионе? И зачем кто-то должен это создать? Для чего тогда существуют правоохранительные органы? Те вопросы, которые были во время предвыборных кампаний, скажем так, те конфликты, которые поднимались, этому виной была халатность самой власти, бездействия самой власти. Если бы власть действовала, никаких массовых конфликтов у нас в регионе не поднималось бы. Реально в сегодняшнее настоящее время никаких не знаю действий положительных для населения со стороны местных властей не не видна. Вот я один только один период то есть одну вещь я хочу сказать, что после выборов, после того, как нынешняя власть пришла к власти уже, спустя некоторое время они начали делать тротуар и дорогу, то есть благоустройством занимались. То есть это был тот проект, который начали мы. Второй этап того проекта, который уже первый этап был завершен, а вот второй этап они заморозили, заморозили на целый год и через год они постарались предоставить в таком виде, что вот мы начали делать что-то и говорить людям, вот это мы делаем, вот националы этого не делали. И самое интересное смешное было в том, что рядом живущие люди просто вышли и сказали, мы давали заявление, мы сами просили предыдущую власть, чтобы это сделать, и они начали это делать. Мы знаем, что это проект национального движения, но как можно такими темпами идти вперед, почему ничего нового не делается. Абсолютно ничего нового в районе не делается. Единственное, это идет, не знаю, раздел влияний, борьба за влияние, тысячи там группировок создались политических, скажем так, кто, где, каким образом старые кадры пришли, которые со времен Советского Союза чуть ли не остались. Ну, реально, мы видим одно, просто слова, слова и слова. Ну, ладно, Бог с ним, видим это мы, представители там оппозиционной партии, но это видит и нас население. И завтра, когда это население начнет проводить различные мирные акции, будут их бить по голове. Вот видите, вас научило национальное движение. Это все делает национальное движение. Но не настолько мы сильны, насколько нас показывает. Мы просто в нужное время, когда к нам обращаются люди с проблемами и хотят нашей поддержки, мы всего лишь их поддерживаем и стоим рядом. Вот то, что недавно на границе с Турцией, то есть с Грузией, турецко-грузийской границы Саакашвили встречался со своими единомышленниками, представителями, лидерами партии национального движения из этого раздули огромный скандал. Якобы Саакашвили пытается что-то сделать. Саакашвили является руководителем партии. Естественно, перспективы этой партии на будущее обязательны для обсуждения. Все мы прекрасно понимаем, что то, что они пытаются не пустить Саакашвили в Грузию и различные уголовные дела пытаются открывать, никто в это не верит. То есть большинство людей в это не верят. Все прекрасно понимают, что это определенный страх. Страх перед тем, что Саакашвили вернется в Грузию и его поддержат. И это очевидно. Я до этого говорил насчет выборов. Если реально нету электората, тогда зачем бояться? Давайте оставим поле для политического противоборства на выбор самим людям, самим гражданам. Пусть сами выбирают, кого они хотят, а не так, чтобы пропаганду пускать, вот это было так, это было по-иному, чуть ли не знаю, кем хотят выставить. Все прекрасно, ну, как-то смешно получается. Единственное, Грузия говорит о том, что Саакашвили плохой. Между прочим, Россия, но весь мир, вся Европа говорит о Саакашвили, как о человеке, который достоин огромного уважения, который огромный вклад внес в развитие демократии в регионе. И как можно сегодня оценить, если мы говорим о единстве, если мы говорим о развитии нашего государства, мы наоборот должны сотрудничать, сотрудничать в тех вопросах, которые принесут пользу нашему государству. И независимо от партийной принадлежности, независимо от этнической, религиозной и какой-либо другой принадлежности, мы не должны забывать, что мы граждане этой страны. И если сегодня кто-то собирается повернуть государство на 180 градусов обратно, то есть по другому курсу, без мнения населения это сделать невозможно. Существует очень много людей, может быть их называют поколением Миши, может быть это просто те люди, которые открыли глаза на многое, они просто не позволят. Так как многие годы, десятилетия, что нам дала Россия, там, где Россия, там есть кровь, там есть проблемы, там есть голод, там есть коррупция и многое другое. Неужели мы опять хотим попасть туда? Неужели мы забываем прошлый день? И сегодня, сегодня стоит Саакашвили появиться в Европе, как весь мир прислушивается к мнению этого человека. Этот человек был президентом Грузии. Как минимум достаточно того, чтобы этого человека за это уважать. Я могу сказать и о нынешней власти, мало быть руководителем государства. Чтобы дойти до уровня Саакашвили, как минимум нужно иметь определенный талант. У этого человека был талант и он есть. Считаю также обязательным сделать акцент на вопросе межэтнических отношений. сегодня очень много выявляются так называемых экспертов, политологов, которые говорят чуть ли не о разжигании этнических вопросов, то есть этнического конфликта, противостояния и так далее. Я бы хотел попросить всех этих так называемых политологов, экспертов, прежде чем этот вопрос поднимали, чтобы были поосторожнее, потому что многие из них, которых я лично знаю и прекрасно понимаю, что они работают на ресурсы, предоставленные грузинской мечтой, и сегодня даже в тех статьях, которые мы читали на Шетоком Картли, появляются их имена. Мы прекрасно все знаем, чем они занимаются и зачем эту информацию они пускают в средства массовой информации. Мы хорошо знаем их автобиографию. И если мы сегодня молчим, то только ради того, чтобы не усиливать вот эти напряжения, которые они же пытаются навязать читателям или там зрителям, которые смотрят телевидение Грузии. Это очень тонкий вопрос, повторяю, никаких межэтнических противостояний в регионе нету и не может быть, разве только, если власть сама не захочет этого сделать. Ни одна оппозиция, в том числе и национальное вещество, не то, что не хочет, даже если захочет, невозможно, чтобы это сегодняшнее дружеское правильное отношение между гражданами в местах компактного проживания в местах межиц испортить. Это просто невозможно. Уж слишком сильные государственные институты созданы. Слишком достаточно навиделись скажем так эти жители и прекрасно они начали осознавать, как и кто в каких ситуациях может проводить различные провокационные действия с целью создания очагов конфликта. Настоятельно прошу ни в коем случае не затрагивать эти темы, потому что если завтра реакция будет на это, то поверьте, реакция будет таковой, что никто не сможет этот вопрос связать с этническими веществами. Это будет общегражданское движение. Общегражданское движение в рамках демократии, в рамках конституции Грузии с целью защитить права не только жителей этого региона, но и защитить саму государственность этой страны. Очень много патриотов в Грузии, они не потерялись, они на месте, и они рано или поздно всегда будут говорить и проявлять свою жесткую позицию по отношению к государственным интересам своей страны. и когда мы говорим о количествах этих патриотов, их достаточно много, их сотни тысяч, и я туда включаю также тысяч азербайджанцев, которые на сегодняшний день гордятся тем, что они являются полноценными гражданами Грузии и готовы пойти даже на крайние меры ради защиты интересов своей родины. А что касается сторонников Саакашвили, которых, как я отметил раньше, их большинство в Кемокартли, естественно, все они ожидают приближения того времени, когда Саакашвили вернется, потому что сегодня есть потребность, потому что все происходящее невозможно скрыть от глаз населения, и я с полной уверенностью могу заявить, что Саакашвили вернется, и это время в недалеком будущем.